В библиотеке нашего города прошел день информации для учителей. Подробнее о насыщенной программе мероприятия расскажем в нашем сюжете. По решению президента Российской Федерации, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Школы и библиотеки являются единомышленниками в своих задачах. В перспективе их сотрудничество может стать еще теснее. Именно об этом шла речь на информативном мероприятии в библиотеке. Мы хотим рассказать о своих возможностях библиотечных. Ведь время меняется. Мы стали победителями модельной библиотеки. У нас появилось новое структурное подразделение. И то есть накопилось очень много информации, которой нам очень хочется поделиться с педагогами. Ну, во-первых, у нас еще много очень точных соприкосновений. Много проектов, которые мы реализуем вместе. Там региональный проект культурно-патриотическое воспитание, школьники Приморья, которые реализуются по поручению губернатора Приморского края. Учебный день в библиотеке. То есть это все то, что нас связывает. В рамках программы «Инфособрание» была проведена обзорная экскурсия по возможностям и оснащению детской мобильной библиотеки. Далее сотрудники Центральной городской библиотеки рассказали о своих ресурсах и возможных мероприятиях для детей. Отметим также, что учителям продемонстрировали новинки книжного абонемента. Так сказать, для себя. Завершала экскурс «Краеведческая пятиминутка». Сегодня в библиотеке прошла встреча педагогов с сотрудниками библиотеки, где были представлены мероприятия на год. Была показана работа библиотекарей по ступеням детей, то есть для начальной школы, для детского сада, для среднего звена и для старшеклассников. То есть какие мероприятия могут быть проведены на базе библиотеки и на базе образовательных организаций. Встреча прошла достаточно хорошая, все на одном дыхании, рассказывали сотрудники очень интересно. Я думаю, что многие заинтересованы. Для каждого учителя гости мероприятия сформировали пакет документов с планами работ по различным направлениям. Для того, чтобы позже его можно было изучить подробнее и выбрать для своего класса наиболее понравившиеся мероприятия. Мероприятие интересное, информативное. Меня больше интересует библиотека, наверное, с практической точки зрения, потому что в школы должны быть организованы информационно-библиотечные центры. Поэтому интересное оборудование. Ребятам, правда, здесь интересно, но взрослым нам тоже здесь интересно, так же, как и детям. Младшее поколение, детский сад, когда они приходят в школу, они еще читают. Начальное звено читают больше. Старшее звено читают книги по программе. А вот среднее звено у нас западает, поэтому надо его чем-то вот таким интересным завлекать. По окончании информативного блока учителей ждала шуточная викторина, которая очень вовремя разрядила серьезную атмосферу собрания. Мероприятие очень интересное, для меня новое, потому что вот такого обзора подробного я еще не слышала. Очень понравился блог про краеведение. Обязательно придем сюда с детьми, несмотря на то, что у меня третий класс, им очень интересно все про Фокина. Это я не всегда могу ответить, поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы с нами обязательно поработали на эту тему. Мы обязательно придем, запишемся. Спасибо.